Дорожное движение В студии работает Валерий Антонов В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю Не дадим в обиду техосмотр под контролем сотрудников ГИБДД Поговорим в студии о правилах и особенностях досмотра транспортных средств сотрудниками ГИБДД Безопасность превыше всего В Якутске установили новый светофор Повторение мать учения правил дорожного движения в нашей студии проверит артист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия Леонид Анциферов В начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю За прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции и других подразделений МВД было выявлено 2901 нарушение правил дорожного движения За неделю было задержано 86 водителей в состоянии алкогольного опьянения Из них 17 ранее уже были лишены права на управление транспортными средствами за аналогичное нарушение Однако они вновь сели за руль На дорогах республики было зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб 11 человек получили травмы 23 октября около 23.30 водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser 80 И следуя по улице объездное шоссе в городе Якутске, совершил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи В момент происшествия водитель был трезв, стаж вождения 1 год За это время молодой человек 8 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения Штрафы оплатил Личность погибшей женщины устанавливается По факту ДТП проводятся необходимые процессуально-следственные мероприятия На участке дороги до настоящего времени до сих пор проходят ремонтные работы Госавтоинспекция напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водителю стоит выбирать скорость с их учетом Чтобы в случае возникновения опасности, угрозы ДТП и так далее иметь возможность принять меры вплоть до остановки транспортного средства На скользкой дороге особую осторожность необходимо проявлять в местах расположения пешеходных переходов На перекрестках, в других местах, где пересекаются транспортные или транспортно-пешеходные потоки Пешеходам в темное время стать более заметными для водителей транспортных средств помогут световозвращающие элементы В направленном свете фар такие аксессуары заметны за десятки метров И этого достаточно, чтобы автомобилист успел снизить скорость или остановиться Также пешеходам, прежде чем переходить проезжую часть, нужно убедиться, что водители их видят и пропускают И руководствоваться правилами дорожного движения Не стоит торопиться и рисковать, ведь на заснеженной скользкой дороге мгновенно остановить автомобиль невозможно Следить за здоровьем важно и не только за своим, но и за здоровьем своего транспортного средства В следующем сюжете мы расскажем о том, какие полномочия теперь имеют сотрудники ГИБДД при контроле техосмотра Как известно, с 1 марта этого года были внесены изменения федеральной закона о техосмотре транспортного средства Теперь организации проведения технического осмотра осуществляют сотрудники госавтоинспекции Ни один автобус теперь не будет допущен к участию в дорожном движении без подписи электронной Государственного инспектора безопасности дорожного движения На сегодняшний день в Якутске техосмотр прошло более 1300 автобусов Из них третий за неисправности транспортного средства отправлен на повторный осмотр Также следует отметить, что участились случаи продажи поддельных диагностических карт Водители приобретают их в интернете у мошенников, которые присылают первым в распечатанном виде Такие диагностические карты не будут значиться в единой автоматизированной системе технического осмотра Соответственно, они будут недействительны По данным фактам у нас за 6 фактов уже выявлено относительно недавно По всем фактам у нас доложено рапортами и проводятся проверки по признакам преступления Предусмотренные статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации Подделка документов На сегодняшний день в городе Якутске действует два пункта техосмотра Принимающие автобусы, такси и автотранспорты с опасным грузом На Хатынурявском шоссе и на улице Чайковского Как видите, сегодня на этом пункте, а мы находимся на Хатынурявском шоссе Очередей нет, а время технического осмотра у водителя автобуса займет примерно один час На данный момент мы выявили три нарушения Это у нас люфт в руля, ну из грубых, утечка масла в двигательном отсеке транспортного средства И прибор также показал несоответствие углу по ГОСТу тормозной системы данного транспортного средства Конечно, этот автобус не может выйти в рейс до полного устранения причины допуска Если водитель транспортного средства исправит положение в течение 20 дней То за повторный техосмотр оплачивать не нужно А между тем, сотрудники ГИБДД напоминают о продлении сроков действия диагностических карт Которые заканчивались в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года на 6 месяцев Но не менее, чем до 1 октября текущего года Например, 25 сентября истек срок действия такой диагностической карты То прибавляем 6 месяцев и это будет ее реальный срок действия Никуда не надо обращаться за продлением таких диагностических карт В случае какой-то ситуации, дорожно-транспортное происшествие или проверка на дороге Просто необходимо будет предъявить ту диагностическую карту, которой срок действия истек указанный период Встреча с сотрудниками ГИБДД мало кого радует Как правило, такие водители понятия не имеют о том, как правильно проходят процедуры Например, знаете ли вы, какие задачи в целом выполняет ДПС И знаете ли вы, как должен поступить сотрудник, если водитель отказывается от досмотра транспортного средства Об этом и многом другом мы сейчас поговорим с нашим гостем Начальник отдела ДПС Управления ГИБДД Сухарев Николай Сергеевич Здравствуйте, Николай Так как же проходит досмотр, какие функции и задачи выполняет ДПС? Основная задача ДПС является обеспечение безопасности дорожного движения Сохранение жизни и здоровья граждан Выявление и пресечение административных правонарушений, а также преступлений Как должен действовать сотрудник ДПС, если водитель отказывается от прохождения досмотра? Во-первых, сотрудник обычно просит произвести визуальный осмотр водителю Предлагает выйти с транспортного средства, открыть багажник Если водитель отказывается от данного требования, то уже у сотрудника могут возникнуть основания для досмотра транспортного средства Потому что обычно, когда не перевозишь ничего запрещенного, то не затруднит показать багажник, что у вас имеется в салоне Инспектор остановит либо двух понятых Также по закону это разрешено сделать при помощи видеозаписи Если есть видео-аудиоустройство записывающее, то можно и без понятых И, естественно, с протоколом досмотра транспортного средства Уже производится досмотр полностью салон, багажник без нарушения конструктивной целостности транспортного средства А скажите, пожалуйста, каков порядок освидетельствования водителей на состояние пенения? Ну, во-первых, если мы восстанавливаем водителя, управляющего с признаками опенения То происходит отстранение от управления транспортным средством на основании признаков Предлагается пройти ему освидетельствование с помощью имеющегося на борту прибыла алкотестера И дальше идем уже в зависимости от результата Есть два вида Человек может продуть, показать у него допустимую норму Либо превышающую 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха и паров этанола Результат положительный Если человек согласен с данным результатом, он расписывается И далее уже идет составление административного протокола и задержание транспортного средства Если человек отказывается и не согласен с результатом, ему составляются протоколы направлений на медицинское освидетельствование Это уже к врачу-наркологу Непосредственно у нас в городе, это Красная Якутина автодорожная находится для прохождения освидетельствования И доставляется туда гражданин А дальше уже также в зависимости от результата Если врач-нарколог встает в акте состояния опьянения установлено То составляется административный протокол Плюс дополнительно, если водитель проходит у врача-нарколога освидетельствование Берется обязательно анализ на употребление наркотических веществ И дальше направляется на химико-таксиологические исследования И в дальнейшем, если данные исследования будут Ну, выявят употребление наркотических веществ То там уже статья будет немного другая Скажите, пожалуйста, каков сейчас арсенал сотрудника дорожной патрульной службы И облегчает, или все-таки усложняет эту работу? Ну, сам я службу начинал более 15 лет назад немножко И сам по себе могу уже судить То, что стало гораздо удобнее работать Патрульный транспорт, вы как видите, у нас сейчас новый УАЗ Патриот появились, Шкоды новые И все это идет по федеральной программе Безопасные качества на автомобильной дороге А также безопасное дорожное движение Оснащение лучше сейчас у каждого сотрудника Имеется при себе также носимый регистратор Который фиксирует обстановку оперативную У каждого на борту есть прибылы, реалготестеры Измеритель тоника, шумомеры Также начинают поступать для всех надоедливых нам дрифтеров в городе Кто ездит у нас с прямотоками У сотрудников автомобилей есть планшеты При помощи которых они могут с любой точки В городе, либо за городом, где, естественно, есть связь интернет Пробить, установить сразу же человека Данные его, нарушения, ну и тому подобное Николай, расскажите, пожалуйста, о передвижных пунктах Дрожно-патрульной службы, которые базируются на федеральных и дорогах регионального значения В чем их суть? И как это влияет на аварийность в целом? И как долго они находятся на постах? Ну, у нас несколько лет назад на базе батальона Дрожно-патрульной службы городского Совместно со специализированным батальоном управления ГАИ Был создан специализированный батальон Для оказания помощи на дорогах республиканского значения И также федеральных автомобильных дорогах Есть у нас три КАМАЗа, так называемые в народе белые лебеди И передвижными постами просто нам облегчило работу И мы можем оказаться на любой автодороге, на любом километре республики Так как в районных центрах личного состава иногда не хватает В определенные периоды времени года При осложнении оперативной обстановки на дорогах республики Мы незамедлительно направляем дополнительные силы и средства Для оказания помощи и сдержания аварийности на дорогах Как оценивается работа сотрудников Дрожно-патрульной службы? Есть ли вообще плановая система учета? Ну как таковой системы, я так понимаю, палочная, вы хотите сказать Системы у нас нету, никогда ее не было Оценивается, если есть у нас результат по снижению аварийности Раскрытию, пресечению преступлений То так и оценивается Но ни в коем случае не по составлению административных материалов Хочется узнать ваше мнение о том, какое будущее ждет сотрудников Дрожно-патрульной службы Потому что на дорогах все больше и больше появляется Автоматизированных камер, фото-видео, фиксации В наше время технологии поднялись далеко У нас почти на каждом перекрестке камеры стоят Но вы вот сам водитель транспортного средства? Я пока нет, к сожалению Или есть друзья, кто водитель? Да, конечно Они вам, наверное, говорят, когда либо они видят камеру И тем более предупреждающий знак, что там висит камера Страха никакого нету Если они видят непосредственно инспектора на проезжей части То уже поджилки немножко у водителя у нас трясутся И также, конечно, камеры это хорошо На пресечении скоростного режима они удерживают Также скоро в нашем городе начнут работать камеры На ремень безопасности дорожного Не пристегнут, либо пристегнут ремень Но камеры не могут у нас выявить водителя Бесправного, лишенного, либо тем более состояние опьянения Так что я считаю, инспектора на дороге были, есть и будут Спасибо большое, Николай, за полезный действительно диалог Я предлагаю вам обратиться сейчас к нашим телезрителям И сказать пару слов Всем участникам дорожного движения Желаю соблюдать правила дорожного движения Не попадать в дорожно-транспортные происшествия Соблюдать скоростной режим Особенно, что касается перевозки детей Несовершеннолетних Всегда возить пристегнутыми, с креслами И ни в коем случае Не употреблять спиртные напитки заблаговременно До того, как садитесь за руль И тем более во время управления транспортным средством А так, удачи на дорогах Большое спасибо, до свидания Ежедневно мы выходим на улицу И становимся пешеходами, велосипедистами Или водителями транспортных средств Каждый день между нами возникает отношение Которое в совокупности называется дорожным движением Чтобы дорожное движение было безопасным Нужно соблюдать правила Чтобы движение было систематичным Нужно внимать знаком светофора В следующем сюжете мы расскажем о новом светофоре Дополнительные секции светофоров начали устанавливать На перекрестках улиц Якутска В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий Связанных с наездом на пешеходов На сегодня обустроены светофоры На перекрестках улиц Каландрашвили-Чайковского Жорницкого строителей Семена Данилова В Республиканском управлении ГИБДД пояснили Что информационная световая секция С режимом бело-лунного мигания Дополнительно информирует водителя Об обязанности при повороте направо или налево Предоставить преимущество в движении пешеходам Пересекающим проезжую часть дороги На которую он поворачивает Такие секции светофора устанавливаются На наиболее аварийных по количеству наездов на пешеходов В перекрестках У нас все светофорные объекты Как раз работают именно одновременно И для пешеходов, и для транспорта Как помните, у нас опыт был в 2017 году В 2016 году, когда у нас транспорт, пешеход Были разделены Но по интенсивности движения На сегодняшний день По требованиям нормативного документа На сегодняшний день наши пешеходные переходы Где расположены в перекрестках Интенсивности Именно установкой белолунного сигнала Светофора То есть получается на сегодняшний день Либо разделить транспортные потоки Можно было от пешеходов Либо установкой белолунного сигнала Светофора Согласно официальным данным Обслуживающей организации Службы эксплуатации городского хозяйства Всего на территории столицы И его пригородов Работают 145 светофорных объектов Из них 96 на перекрестках В управление ГИБДД МВД по Якутии Добавили, что обустройство Дополнительных секций Белолунного цвета Запланировано в течение 2021-2023 годов В этом году планируется установка На более 20 перекрестках Ну и сейчас мы хотим приступить К нашей постоянной рубрике В рамках которой известной личности В нашей студии проходит экспресс-тест Состоящий из 10 вопросов И сегодня в нашей студии Находится артист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия Леонид Анциферов Здравствуйте, Леонид Здравствуйте Что же, вы готовы? Будем считать, что да Хорошо, тогда мы можем начинать Итак, первый вопрос Вам можно продолжить движение Только по траектории Б Только по траектории А Или по любой из траекторий Если бы это у нас было в Якутске Наверное, был бы, наверное, ответ номер 3 Но, скорее всего, я выберу ответ номер 1 Только по траектории Б Хорошо, мы принимаем этот вариант ответа Движемся дальше Можно ли вам остановиться в указанном месте Для посадки пассажира? Первый вариант ответа Можно, если вы управляете такси Второй вариант Нельзя И третий Можно Второй вариант Нельзя Хорошо, принимаем вариант ответа Как правильно произвести экстренное торможение Если автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой? Первый вариант Путем прерывистого нажатия на педаль тормоза Второй вариант Путем нажатия на педаль тормоза до упора и удержания ее до полной остановки И третий вариант Путем использования стояночной тормозной системы Вариант номер 2 Хорошо, принимаем Вы намерены развернуться Ваши действия Первый вариант Вы едите на перекресток и уступив дорогу легковому автомобилю Завершите разворот Второй вариант Будете действовать по взаимной договоренности с водителем легкового автомобиля Или третий вариант Развернетесь с первым Первый вариант Хорошо Мы его принимаем Разрешается ли вам перестроиться на полосу с реверсивным движением в данной ситуации? Первое Запрещается Второй вариант Разрешается только для поворота налево или разворота? Или же вовсе разрешается? Я выберу третий вариант Хорошо, мы разрешаем Каковы ваши действия в данной ситуации? Допускаются оба варианта действий Объедете грузовой автомобиль справа по обочине Или же вы продолжите движение только после того, как грузовой автомобиль освободит полосы движения? У нас любят второй вариант Но, насколько я помню, все-таки по правилам нужно применить вариант номер три Хорошо, мы принимаем этот вариант ответа Движемся очень быстро С какой максимальной скоростью разрешается продолжить движение при буксировке неисправного механического транспортного средства? Первый вариант 50 км в час Второй вариант 70 км в час И третий 90 км в час Нужно обратить внимание на знак Ну, этот знак снимает ограничение скорости 70 км в час Но, поскольку предполагается, что мы буксируем неисправное механическое транспортное средство То скорость, скорее всего, нужно сбавить и ехать со скоростью, которая указана в первом варианте 50 Хорошо, выбираем минимальную скорость Кто из водителей, выполняющих поворот, нарушит правила? Никто не нарушит Только водитель мотоцикла Оба водителя Или только водитель легкового автомобиля Четыре варианта ответов И вы выбираете Я выберу вариант номер три Потому что знак предписывает движение только прямо Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении В данной ситуации, первое, вы имеете право проехать перекресток первым И второй вариант, вы обязаны уступить дорогу грузовому автомобилю Первый вариант Первый вариант Да Хорошо, мы этот вариант принимаем Последний вопрос Леонид, кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Первый вариант ответа Обоим транспортным средством Второй вариант ответа Автомобиле с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом Или третий вариант Никому Последний вопрос Я выберу вариант номер два Потому что здесь патрульная машина С включенным маячком и звуковым сигналом Соответственно, я должен уступить в любых обстоятельствах Хорошо Мы принимаем этот вариант ответа И завершаем наш экспресс-тест Как вы думаете, вы справились? Ну, вопрос от Рита, наверное, правильно ответил Хорошо И сейчас настал момент разглашения результатов Я приглашаю в нашу студию эксперта Который все это время смотрел за вашими ответами И выставлял баллы Здравствуйте, уважаемые телезрители Будем проверять ответы Леонида Так, на первый вопрос Леонид ответил правильно Должны мы при повороте направо В первую полосу заезжать По траектории Б На следующем вопросе Леонид неправильно ответил Здесь запрещается только стоянка Остановиться можно Ну, я не хотел его подбирать На следующем вопросе Леонид правильно ответил Если автомобиль оборудован Антиблокировочной тормозной системой Надо до упора нажать И держать до полной остановки Второй ответ На этот вопрос Леонид тоже правильно ответил При развороте Должна уступать дорогу Помехой справа будет Водитель Первый ответ На этот вопрос Леонид тоже правильно ответил На реверсивном светофоре Зеленый сигнал светофора горит Можем пристроиться Третий ответ Разрешается Как сказал Леонид Наши водителя Будут объезжать По обочине Но должны мы Стоять, ждать Когда грузовик повернет Леонид правильно ответил При боксировке Неисправного механического ТС Должны мы двигаться Со скоростью 50 км в час Леонид правильно ответил Предписывающий знак Стоит вот на этом вопросе Должны были водителя Оба прямо двигаться Поэтому оба нарушают Леонид правильно ответил При движении прямо Мы будем для грузовика Помехой справа Поэтому едем первыми Леонид правильно ответил Так и на последнем вопросе Леонид тоже правильно ответил Должны мы уступать только дорогу Дорогу автомобиля С включенным проблесковым маячком И звуковым сигналом Второй ответ Итого Леонид из 10 вопросов Правильно ответил На 9 вопросов Можно ездить дальше Ура! Очень хороший результат Очень хорошо ответил Дорогие друзья Вы все знаете Что бытует такая поговорка Правила дорожного движения Они написаны кровью Имеется ввиду Что любое нарушение Этих правил Может привести К непоправимым последствиям Поэтому При обучении в автошколе Будьте особенно внимательны Запоминайте все Потому что все это Вам может пригодиться Я понимаю Что у нас в городе Наши дорожные условия Не всегда соответствуют Тем примерам Которые приводятся В задачах По ПДД Но тем не менее Нужно всегда Помнить о правилах И всегда их соблюдать Большое спасибо Леонид До свидания Вот и наша передача Подошла к концу Дорогие телезрители Будьте бдительны Соблюдайте правила Дорожного движения И будьте здоровы До встречи В новых выпусках Субтитры создавал DimaTorzok